Анзор Ажиев И ярким боям В этом видео мы расскажем вам о пути парня, которого лучше не злить Анзор родился в сентябре 1990 года в селе Пригородное, Чечено-Ингушской АССР Начав вместе с братьями заниматься вольной борьбой, юный Анзор становился трехкратным чемпионом Чечни Чемпионом Юга России среди кадетов, бронзовым призером чемпионата России Окончив школу и колледж, в 2010 году Анзор вслед за семьей переезжает в Польшу Пройдя непростой период после переезда, Анзор начинает осваивать новый для себя вид спорта И впоследствии становится чемпионом Польши по ММА среди любителей А также чемпионом организации КСВ среди любителей в 66 килограммах Дебют на профессиональной арене состоялся в 2011 году против крепкого Павла Глебоцки Опытный Глебоцки начал бой с эффективного удара ногой и безуспешно попытался перевести Ажиеву в партер В середине раунда Анзору удается перевести соперника в партер Где он совершает несколько попыток выйти на прием Но ни одна из них не оказывается успешной Во втором раунде чеченский боец также воспользовался своим преимуществом в борьбе Оформив несколько тейкдаунов и попыток сабмишен Вторым соперником Ажиева стал немец Чингис Дана Имевший на тот момент опыт более 30 боев в профессионалах Поднатарев в ударки Ажиев шел с сериями, но все же козырем оставалась борьба Решив дать зрителям шоу, чеченский боец пошел на обострение Чуть позже пробив еще одно колено Ажиев переводит соперника вниз Но успевает поймать Подарив зрителям финальный спор Ажиев забирает победу решения Через полгода Ажиев разделил ринг с шотландцем Полом Ридом Который выходил на свой 30-й по счету бой Перемести чемпиона Юга России шотландцу не удалось Однако Ажиев по ходу первого раунда неоднократно демонстрировал преимущество в своем коронном аспекте Красивый бросок ознаменовал начало второго раунда Который прошел в том же ключе, что и первый Впрочем, Анзор показал, что его стоит опасаться в стойке Решив не отклоняться от плана на бой Ажиев успешно его выполняет Дальше Анзор вышел на бой против непобитого чеха Павла Свободы Имевшим на тот момент рекорд 7-0 Супермен панч, вход в клинч и соперник уже лежал на спине Вернувшись в стойку, Чех старался реализовать свое преимущество в росте Но все испортил оверхенд навстречу Это был первый карьерный нокаут чеченского бойца Который понял Анзора еще выше в глазах организации и фанатов После трех побед в KSW Следующим соперником уроженца Чечни стал Артур Савински Который ранее дрался с тогда еще никому неизвестными Конором Макгрегором и Артемом Лобовым Однако бой выдался не самым удачным Повалив соперника проходом в две ноги И запустив маховик ГНП Ажиев в пылу боя случайно ударил соперника головой в нос Схватка получила статус несостоявшись Через полгода состоялся рематч между этими бойцами Начало боя сложилось для поляка лучше, чем в первом бою Однако чеченская машина борьбы не заставила себя долго ждать Вернувшись в стойку, Ажиев решил продемонстрировать свой прогресс в этом аспекте Но вновь потерял контроль над ситуацией Став духовным наставником Алджимайна Стерлинга Савинский побеждает дисквалификацией Позднее Анзор Ажиев вспоминал В октябре 2014 года Ажиев снова вышел на бой Его оппонентом стал анголец Хельсон Энрикес Уже в начале боя Энрикес удивил всех своими навыками в борьбе А также защитой от тейкдауна Однако серии Ажиева выглядели предпочтительнее Продолжив удивлять Ажиева в борьбе Анголец все же пропустил тейкдаун Чуть не был задушен Впрочем, очередной проход в ноги не заставил себя ждать Решив пойти ва-банк в финальном отрезке Энрикес заставил Анжиева понервничать Но усталость и борьба Анзора взяли вверх Вырвавшись из борьбы, Энрикес захотел вернуть должок Но было уже поздно Спустя три месяца Анзор выходит против представителей Японии Клебера Каики Эрбста Который тогда шел из серии 11 побед подряд И не проигрывал последние пять лет Резво начав бой Клебер держал Ажиева на дистанции Вернувшись в стойку, Анзор пропускает несколько ударов И переводит соперника на настил Однако попав в плотный треугольник, ему пришлось постучать Это было первое настоящее поражение Анзора Возвращение Анзора Ажиева пришлось на крупный турнир КСВ-33 Его соперником стал печально известный психопат Васа Бакцевич Известный своими выходками, он и в этот раз провоцировал Ажиева на конфликт Убирайся для вашего следующего соперника Анзора Ажиева У меня есть небольшая сообща для него Я бы хотел вам показать премьеру видео для него Я не знаю, что он... Убирайся для Анзора Ажиева Один, четыре... Убирайся! Убирайся! Он не видит хорошо, слышит это И он уже предъявил, что он не любит тебя Он сказал это в предыдущих интервью Я не понимал его, потому что он не говорит английский Как в целом мире Но несколько фанатов на фейсбуке сказали мне Я не поднялся, что он думает, что он говорит Я буду бросать этот ступидный крючок С его головой в саду в саду в саду в саду Это Джастин Бибер, саду в саду в саду в саду в саду в саду в саду С развешиванием Анзор начал бой с козырей А это ваша ответ Чтобы слапать К концу раунда черногорцы таки удалось подняться в стойку Но лишь только для того, чтобы снова упасть нас Второй отрезок прошел по аналогичному сценарию Решив спровоцировать Ажиева в конце, Черногорец сделал ошибку, которую Анзор не простил. После полуторагодовалого перерыва Анзор Ажиев возвращается в клетку КСВ, в новый для себя весовой 61 килограмм. Я на шейкер один скинул, просто почти, я думаю, я сейчас умру. Не мое это было, не мое. Противостоял ему поляк Камил Селва, шедший на серии с четырех подряд побед. Поймав соперника ударом навстречу, Ажиев ввязался в клинч. И перевел соперника на нулевой этаж, где соперник оказался бессилен. Во втором раунде поляк решил инициировать борьбу, за что был наказан. В финальном отрезке Селва попал коленом, а затем попытался набросить гильотину. На фоне усталости Ажиева из-за тяжелой пересогонки, поляк сумел забрать концовку. Но этого было недостаточно для победы. На данный момент это крайний бой Анзора Ажиева. Многие фанаты задаются вопросами о карьере чеченского бойца. Всего лишь за 10 профессиональных боев Анзор Ажиев смог стать настоящей звездой европейского ММА. Не выбирая себе соперников, Анзор сходу начал биться с матерыми бойцами. Хотя совсем недавно был чистым вольником. Поставив карьеру бойца на паузу, сейчас Ажиев работает тренером. В лучшем зале Польши WCA. И кто знает, возможно Анзор вновь выйдет в клетку и порадует своих фанатов. И правый простой Павел Слобода. О, в среду твоего рыбара правил Фанки Геранзор. А теперь с левым простым Ажиев придержал. Редактор субтитров А.Семкин